всем доброе утро и фейсбук работает вроде бы да слава богу все молимся чтобы работал и фейсбук и телеграм и так значит у нас есть у нас есть сегодня 23 глава мишлей и глава ттц ттц это когда пойдешь на милхаму когда пойдешь на войну что это недельная глава тора что мы здесь сегодня посмотрим посмотрим отрывок 23 глава 9 отрывок начнем с девятого отрывка да бодер томсин я в вене я в вене город вена красивый город такой хорошо значит два девятый отрывок 23 главы он нам говорит следующая вещь бразник силь альтидабер и я вуз лесах ирмилейха переводится это так в уши ксиль это грешник по вожделению альтидабер ему не говори ничего и я вуз он будет презирать своим интеллектом твои слова значит кто такой грешник по вожделению вот есть у человека его там вот вожделение да обычно этими словами этим словом описывается вожделение к еде запрещенной или к разрешенной но очень много да есть обжоры обжоры это тот кто обжирается разрешенной едой и потом у него болит живот он толстеет называется обжора и вожделение обычно употребляется это слово вожделение к запрещенным связям половым связям причем что интересно например женились муж и жена хупа у них было все все разрешено две недели в месяц как только у женщины и и значит цикл запрещено не даже прикасаться и потом еще неделю после этого пока на вмигу не окунется получается что даже разрешенная женщина может быть иногда запрещенной и он на ней женился а другим мужчинам на сразу стала запрещенной то есть вот вот эти вот две сферы питание и половые связи они всевышний поставил под контроль торы для того чтобы ты как раз здесь у тебя есть постоянная постоянный тренажерный зал который всегда с тобой вот у тебя еда вот у тебя размножаться и ты значит думаешь как же мне это делать то и значит кто такой грешник силе он говорит да я понимаю что нельзя я все понимаю все все тора всевышний все я понимаю но звеняет и как на украинском извините не мог не могу люблю креветки люблю креветки и и значит нравится мне запрещенные связи все теперь говорит царь сам он вот ему ты не объясняй не не трать слова он и так знает что нельзя но ты не можешь ему хоть сколько угодно говорить он скажет ну да да я понимаю что нельзя я сам понимаю но не могу ничего с собой сделать вот интересно а второй тип грешника называется грешник стептик грешник стептик он говорит а кто сказал что нельзя я вообще кто вторую кто написал кто это царь сам он это грешник стептик ты говоришь хорошо значит если ты поймешь что царь сам он он был и это сын царя давида и то что он говорит вот слово слово это высшая мудрость от всевышнего тогда ты перестанешь заниматься запрещенными связями он говорит да если я уже пойму я перестану грешник стептик у него на него интеллектуальное объяснение могут подействовать грешник по вожделению нет он и он и сам знает что он неправильно поступает ему хоть объясняет хоть не объясняет он просто покамести он не научится с помощью мусор мусор это это психология торы это моральная дисциплина пока мисс он не научится управлять своими вожделениями своими эмоциями своим телом она будет всегда побеждать и вот тут вот как раз нужно определить свой тип грешности как говорил царь сам он нет праведника на земле который бы не грешил иногда у каждого человека прям сносит вода по одной из причин или или стептик но скорее всего вожделение хорошо с этим нам понятно все 22 23 глава 9 отрывок бразный xil altidabr и я вусли сэхин милайха в уши стептик грешников по вожделению не говори он пренебрежет твоими словами вот теперь вот это вот страх перед богом начала мудрости дмитро нам напоминает что действительно страх это лучше лучше учитель когда есть вот этот вот ира ташим трепет перед богом то на первых тебя и соединяет с богом во вторых страх очень сильная эмоция которая сильнее чем вожделение если сильно испугаться то то может быть это для грешника хорошо по вожделению а грешник скептик он ему нечего пугаться то есть он как бы чего он смотрит вот как в космос он вылетел а нету бога что вот в космосе бога нету хорошо 23 глава 23 отрывок давайте разберем здесь говорит нам царь сам он следующую вещь эмэ ткне альтим вальтим кор значит приобретите истину и не продавая ее приобретите истину и не продавая ее значит хохма у мусар у бина хохму это божественную мудрость мусар вот это вот моральную дисциплину и бину это бина это сообразительность вот допустим начал я могу про себя сказать начал я учить тору не было тогда в девяносто девятом году девяносто восьмом году значит не было двадцать пять лет семьдесят третьего года 25 лет не было с половиной когда начал учить тору и тора я очень практичный всегда был человек настроены на достижение цели и спорта на успех финансовый такой и значит я в торе увидел что есть прямой доступ ко всевышнему творцу мироздания я всегда чувствовал что есть творец мироздания тут у меня было всегда что есть духовная сила и вот есть какой какая-то сила на небесная до которая сильнее чем люди это всегда знал это мне дают прям такой умный хороший доступ объясняют вот молитва шмонастера 18 благословений молишься вставляешь личные просьбы подкрепляешь личные просьбы тем что ты становишься для других помощником даешь дз тоже дудим людям то есть дз только то когда ты помогаешь другим ты граней как ангел ты как бы включаешь мера за меру все очень логично да кто то кому-то нужны это в деньги и даты об ему на тебя на тебе то он получил получил хотел получил хотел получил хотел получил хотел получил и ты в это время к Богу да мне тоже пожалуйста мне нужно там, негде жить, кушать нужно, деньги нужны, машина нужна, то нужно. Как бы все логично. Я, значит, узнаю вот эту вот простую технологию, значит, выполняя волю Бога, Он выполнит твою волю, как свою. Ты выполняешь Его желания, как свои, Он выполняет твои желания, как Его. Ты свою волю перед волей Бога убираешь, вот этот грешник по вожделению, он говорит, да, я хочу эти креветки, но я знаю, что Бог мне сказал нельзя, я воздержусь, Он удаляет волю других против тебя, кто-то против тебя задумал что-то, бах, у него не получилось. То есть логика, но железная. Я, значит, начинаю это соблюдать все, и оп, у меня действительно, я чувствую, что Всевышний меня слышит, молитвы выполняет, все, все очень хорошо, жизнь начала складываться, и, значит, я пришел в Ешиву, начал учиться, начал преподавать Тору, все. Но потом, что, потом я начал заниматься еще дополнительной психологией, чтобы лучше преподавать Тору, и потом я начал с помощью психологии, коучинга, я начал зарабатывать, начал преподавать в крупных компаниях, получать большие деньги за это, все. И я большую часть времени занимался, и сейчас до сих пор занимаюсь бизнесом, а не Торой. Но царь Соломон мне говорит в 23 главе, он говорит, «Эмет кне, истину приобрети». То есть я три года сидел в Ешиве, от звонка до звонка, с шести утра до десяти вечера, со стипендией, у меня была стипендия, 300 долларов в месяц, и я жил на Дздаку. То есть я сам, когда стал соблюдать Тору, три года я не мог же, у меня не было никаких денег, и значит, я когда приехал в Израиль, я вот прям конкретно, конкретно жил на Дздаку, но молился только, чтобы знать Тору. Я вот понял, что Тора самое важное. А потом я уже начал молиться о деньгах, и потом уже начал зарабатывать. Царь Соломон говорит, «Эмет кне вальтим кор», не продавай, не меняй истину на деньги, говорит царь Соломон, не продавай ее. То есть если ты уже приобрел истину, то держи за нее. Хохма, что такое истина? Хохма, божественная мудрость. То, что мы сейчас изучаем, это божественная мудрость. Это формулы, которые Всевышний передал через пророков, а царь Соломон нам объяснил. Это называется хохма, божественная мудрость. Это то, что можно получить только от Создателя мира. В этом отличие еврейской Торы от индийских каких-то сказаний там и так далее, они очень много наблюдали. Китайцы, индусы, очень внимательные. Они вот эти вот йоди сидят там в пещере, год они сидят, два они сидят. И они настолько свой разум могли очистить и оточить, что они видели, как работает мир. То есть они как бы снизу видели, как работает духовный мир, как работает тело человека, там энергия, меридианы. То есть они как бы своим вниманием и своим умом, они дошли до, ну практически до всего. Но чем отличается Тора? Тора, она была дана через пророков, через Мошер Абейну Моисея и через последующих пророков. Была дана от Создателя мира, дано вот в, как бы, это похоже, знаете, на что? Вот, например, китайцы, да, они купили там Мерседес. И они, значит, Мерседес разобрали до деталек, разобрали, все внутри разобрали, все проводочки разобрали, все изучили, все. И собрали свою машину, которая называется там как-то по-китайски, которая почти похожа на Мерседес. Вот она почти похожа. Но создатели Мерседеса, которые создавали его изначально на заводе Мерседес, они, у них была документация, у них были, то есть китайцы до каких-то вещей, все эти куда-то они не долезли. Так вот здесь та же самая метафора. Когда индусы и китайцы, они смотрели на мир, они додумались практически до всего. Но Тора, этот Создатель мира, через пророков, дал полную документацию, как все работает. Хорошо, и здесь, значит, написано так, это называется хохма. Значит, говорит нам царь Саамон еще раз, истину приобрети и не продавай ее, божественную мудрость и мусар. Мусар это часть Торы, которая называется моральная дисциплина, морал дисциплин. То есть это законы, это знания о структуре души. Например, есть книга Тания. Тания это тоже мусар, книга мусара. Томар двора. То есть это все книги о устройстве души. И когда ты изучаешь, как работает вот душа, вожделение, злое начало, доброе начало, там и так далее, то ты тогда можешь этим всем начать управлять, когда ты знаешь, что можешь управлять. Поэтому, значит, истину приобрети и не продавай ее. Хохма, умусар и бина. Бина это логика. Логика это умение видеть вещь из вещей, причинно-следственные связи. Некоторые видят мир односложным, а Тора учит нас видеть причинно-следственные связи. Все имеет свою причину и все имеет свое последствие. Все имеет свои какие-то границы, ракурсы и так далее. И Тора учит вот такому вот 3D-взгляду с разных сторон. А кто сказал, а почему сказал, а если так, то так. То есть вот этот развивается взгляд такой глубокий, широкий и разносторонний. Теперь, если мы вдумаемся, то а как это можно продать? Что значит истину приобрети и не продавай? Кто купит эту божественную мудрость, значит мусар и бину. И вот тут я как раз перевожу в книге, в комментарии на книгу, перевожу одну статью, которую я когда-то читал. История с семьей Вольфа Высоцкого. Был такой Вольф Высоцкий, который учился в Ешиват-Воложен. Была такая великая Ешива учеников Веленского Гоона. И он там учился в этом Воложене. А потом он пошел учиться к Раби Истролю Салантеру. Раби Истролю Салантеру, он был основатель движения мусар. Пришел он к нему, поучился у него тоже. То есть у него была хохма, божественная мудрость. У него был мусар, он у основателя движения мусара Раби Истролю Салантера учился. И у него была бина. Бина это глубокое понимание причинно-следственных связей, которые он развил в Воложене. Они учили Тору методом, который называется пилпуль. Пилпуль это вот такая интеллектуальная битва просто взглядов, когда они там, ну вот, как бы, ну такая интеллектуальная битва, чтобы понять какие-то сложные вопросы, сложные ответы. Если так, то так. Если так, то так. То есть он был гений по управлению интеллектом. И что, потом Вольф Высоцкий выходит, становится купцом. После того, как он становится купцом, он становится монополистом по завозу чая в Россию. Чай Высоцкий. Помните, было такое, да? Чай Высоцкий, сахар Бродский. А значит, что третья была у нас, а вся потом, вся Россия Троцкий. Вот, я не знаю, там, Троцкий и Бродский, я не знаю, хорошо их история. А в Высоцкий как раз в книге есть эта история. Он приобрел вначале Эммет истину, потом приобрел Хохма, Мусар и Бина. И потом стал, все это он поменял, стал чайным магнатом. Теперь дети его, Высоцкого этого, они были спонсорами партии эсеров. Эсеры, которые сделали первую революцию. Потом, когда тут же пришла вторая революция, у них все забрали и вытянули их из России. Они потеряли весь российский бизнес. После этого они в Европе, опять они чай этот продавали. И, значит, в Европе пришли нацисты, забрали у них весь бизнес, убили всех Высоцких, которые были в Европе. И только маленькая часть религиозной Высоцки, которые уехали в Израиль, они в Израиле тоже продолжали заниматься чаями. Видно, Вольф Высоцкий заложил хорошую чайную базу, которая передавалась из поколения в поколение. И до сих пор чай Высоцкий монополисты в Израиле по чаю, там 70% чая продающегося, это чай Высоцкий. И третий отрывок, который я хотел сегодня, чтобы мы рассмотрели в 23 главе, это 25 отрывок. 25 отрывок из 30 отрывков главы. Я Вам очень советую, чтобы Вы всю главу прочитали, выбрали те отрывки, которые Вам нравятся. Там следующие с 26 отрывки идут про антиалкогольную пропаганду конкретную. Нельзя пить алкоголь. Царь Соломон прям против алкоголя, Вам точно говорю. Такие последствия он приводит в негативный ужас. Но, как говорится, к силе не поможет. Грешник по вожделению, он наставления не слышит. Кому нравится пить алкоголь, он будет пить, несмотря на все негативные последствия алкоголя. И несмотря на все убеждения интеллектуальные, что алкоголь вреден. Я как раз тоже иногда могу на шаббатном выпить алкоголь. Потому что, когда человеку что-то нравится, оно не запрещено однозначно Торой, то тогда нельзя, но чуть-чуть можно. Если запрещено, вот тут проблема уже. И вот тут, чтобы не быть грешником, запрещенное делать нельзя. Хорошо. 25 отрывок, он совсем о другом. Он нас переводит в сферу генетики и педагогики. Значит, 25 отрывок, царь Саму нам говорит следующую вещь. Исма хавиха веймеха вэтагель йолатеха. Он говорит, будет радоваться отец твой и мать твоя. И ликовать будет родительница твоя. Мы привыкли есть папа, мама. А тут, оказывается, в Торе есть еще одна категория. Есть отец и мать, родитель и родительница. Оказывается, у человека есть те, кто родили его. Это биологические родители. Родитель и родительница. Есть у человека отец и мать. Это те, кто его воспитали. И это очень интересное деление, которое... Вот теперь я сегодня, когда этот отрывок повторял, смотрел, я вспомнил, вот называя там, в христианстве говорят кому? Святой отец, да, падре, святой отец. То есть они говорят, что отец это тот, кто человеком вводит в духовный мир. Не только они говорят. Христианство это вышло из иудаизма. 301-х лет христианства это была секта иудаизма. И потом она как бы отделилась в отдельную религию. Получается, что отец это тот, кто присоединяет к духовному отцу на небе. Есть у нас Авинуша Башамаем, папа, что на небе, который, да, духовный отец. И отец, который обучает Торе ребенка, своего, чужого, он становится его, он его соединяет. Есть, интересно, в Талмуде есть такое понятие авмлаха, то есть отец работает. То есть отец это тот, у кого есть производная, да, дети. Получается, что как Бог, Бог же он бестелесный, он без формы, без тела, без границ. А как можно быть, что мы говорим ему, отец, что на небесах. Потому что, когда ты его слушаешься, ты становишься его сыном. Получается, что царь Самон говорит, будет радоваться папа твой, когда ты будешь соблюдать Тору и изучать Тору. То есть отец на небесах. Будет радоваться мама твоя. А кто твоя мама? А мама это и есть Тора. Потому что он до этого говорил, царь Самон, что «Шмабни мусара виха, слушай, сынок, наставление отца твоего, вальте тошми таратэ мэха, и не отходи от Торы матери твоей». То есть Всевышний, он же непостижимый, но у него есть его, его как бы проекции, да, можно так сказать, проекции, трансформации, что он из непостижимого, он создал сам же всесильного, постижимого, да, то есть мироздания. И в этом мироздании он проявляется, Всевышний проявляется в мироздании. На каждом уровне мироздания, который все уплотняется, уплотняется, есть разные миры, духовные, там целая система, сферот. Это все он, который себя трансформировал, и в итоге появился наш мир. И вот получается, что когда мы говорим «Тора – это мать», да, как мать, то это тоже нити аспект Всевышнего, потому что Всевышний, Тора, Израиль – это как в каком-то моменте, это одно целое. Вначале Бог создал и решит, это Тора была, до мира была Тора, и с Торой развернулся мир, Тора – это была чертеж мира. И потом появился Израиль, это тот, кто прямо к Богу, тот, кто служит Всевышнему на 100% из этого мира. Снизу он на 100% хочет соединиться с Богом, который Творцом, и выбирает, а как соединиться, преодолевая свое злое начало, тупость, темноту, серость, вот этим вот внутри себя пробудить этот свет и соединить его со своим источником на небе. Вот как бы смысл соединения со Всевышним и смысл Торы. И вот здесь написано, что будут радоваться отец твой и мать твоя, когда ты двигаешься в сторону Бога, когда ты выполняешь заповеди, учишь Тору, делаешь добрые дела. Ветагель Йолатеха и будет ликовать твою маму, твоя родительница. Оказывается, Бог так сделал систему, что когда каждый из нас поднимается на какой-то новый духовный уровень, то все поколения, вся цепочка тех, кто были перед нами динетические и которые удостоились быть в духовном мире, сохранить свою личность, все они получают духовную силу, как криптовалюта, такой MLM-маркетинг. И получается, что тот, кто вернулся к Торе, тот, кто соблюдает заповеди, сделал обрезание, входит в синагогу, молится, в это время все, кто его рожали на всех поколениях, они там ликуют, потому что им идет криптовалюта, им идет, они поднимаются там в духовных мирах, они оживают, у них там, ну, идет, вау, типа, я не зря прожил в этом мире, мои последователи, как бы, генетические, да, вот там какой-то появился, например, Дамир Партнер, там, или Александр Абашник, или еще кто-то, да, и они сейчас выполняют заповедь, учат царя Соломона, потом сделают там заповедь с Дака, оденут Филин, пойдут там, сделают какое-то доброе дело. И на небе там сто поколений родивших нас, которые генетически были перед нами, если они там удостоились, то есть бывают выпавшие из звенья, которые не удостоились как личности сохраниться, да, то есть цепочку они продолжили, но они, как они, они не хотели туда, в духовный мир, они говорят, ладно, мол, чего нам, исчезнем, так исчезнем, ну и все. Обрезание, это как активация аккаунта, это как, как такой, ну, активация аккаунта, можно сказать, есть демо-версии каких-то программ, а есть активированные версии. Хорошо, друзья, все, всем удачи, успехов, чтобы был хороший, а, чуть-чуть про глава КТЦ, глава КТЦ или Мелхамаз, это глава, в которой больше всего заповедей, то есть сейчас каждую неделю читают главу, я на этой неделе как-то не мог хорошо втянуться и настроиться, и хорошо подготовиться, поэтому я не проводил уроки по недельной главе, но хочу сказать пару слов буквально, очень интересное, я видел в книге Рав Джонатан Сакс, он говорит, глава КТЦ, она самая большая заповедями глава, больше всего, но он говорит, я хочу обратить внимание на заповедь не ненавидеть египтянина, не притеснять египтянина, потому что вы сами были притесняемы в их, в Египте, вообще странная логика, они тебя притесняли, а ты не притесняй его, это вообще странно, и, значит, люби Эдома, потому что брат он твой, тоже не с ним, не воюй, не спорь, не ссорься, с Эдомом, потомок Исаава, да, Иакова и Исаав были братьями, но Исаав хотел убить Иакова, у них были конфликты, потому что он брат твой, значит, он говорит Рав Джонатан Сакс, очень страшная, странная вещь, если египтяне притесняли евреев, и евреи были там в угнетении рабами, то есть их пригласили как гостей, а потом их угнетали, почему я не должен угнетать египтянина-то, вот это непонятно, я сейчас сокращу, но очень, очень, прям у меня один пример, который привел Рав Джонатан Сакс, как ответ, он очень меня удивил, он говорит, смотри, тебя кто-то обидел, например, да, тебя кто-то обидел, и ты, ты обиделся, ну, обиделся, прям тебя, ты его ненавидишь, да, этого, кто тебя обидел, получается, что он тебе нанес двойной вред, то есть, если первый раз он тебя обидел, но сейчас уже он куда-то ушел, а ты продолжаешь жить в ненависти, и тебя эта ненависть съедает, так он тебя дважды обидел, то есть, и второй раз он тебя обидел сильней, потому что, вот эта ненависть, которая в тебе, ненависть, которая в тебе, она тебе приносит больше вреда, чем то, что он тебя обидел в тот раз, теперь, что он говорит, он говорит такую вещь, что, значит, нужно уметь освободиться от этой ненависти, и уметь прощать, уметь забывать, потому что, ну, иначе невозможно жить, и он говорит, что Бог именно так сотворил мир, вначале он его сотворил по принципу мера за меру, то есть, и все было очень четко, сразу же срабатывало, негатив, отдача, негатив, отдача, потом Бог добавил в эту систему суда, милосердия, негатив, милосердие, это отсрочка, отсрочка ждет, раскаялся, простил Всевышний, да, то есть, Всевышний сам нам показывает пример, как нужно, как нужно действовать, и он приводит там пример, что какие-то террористы убили, приводят фамилию во Франции, какого-то еврейского журналиста, они убили, и потом его отец, он, он на суде, он выступал за мир между евреями и мусульманами, и Джонатан Закс его спросил, как вы можете, они убили эти, ну, экстремисты, террористы, исландские вот эти вот экстремисты, убили вашего сына, он говорит, я не воюю с исламом, я не воюю с людьми, я воюю с ненавистью, ненависть убила моего сына, если бы не было этой ненависти, тогда он был бы жив, и вот этот вот момент, очень он меня так удивил, и, да, ненависть это враг, вот именно ненависть, и убрать из себя вот эту ненависть, это очень большая-большая вещь, значит, поэтому прямо есть заповедь в Торе, не притесняя египтянина, то есть, не будь злопамятным, не будь мстительным, значит, это, хотя, никто не отменял законы, око за око, зуб за зуб, то есть, все в этом мире справедливо, все, нужно быть уверенным, что Всевышний, даже в этой же вот 23 главе, в 23 главе, есть еще один отрывок такой, я вот сейчас на этом закончу, чтобы мы, значит, 23 глава, есть отрывок, в котором говорится, прям конкретно, вот смотрите, значит, сейчас, 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 вот, значит, говорит 10 отрывок, 23 глава, не передвигай границы старой, ну, границы были установлены, какие-то границы, и в поля сирот не вторгайся, в поля сирот не вторгайся, потому что избавители, их сильные, это Бог, да, и он будет, он вступится за них, и будет в ссоре с тобой, то есть, всевышняя справедливость, никто не обвинял, есть высшая справедливость, есть Бог, который за всем следит, это его мир, и можно быть уверенным, что зло будет наказано, вопрос, носить ли мне его в себе, ненавидеть, мстить, быть злопамятным, или уметь отпускать, уметь прощать, уметь полагаться на Всевышнего, вот это вот тот совет, который дает Рав Джонатан Сакс, что Тора нас учит уметь прощать, все, всем удачи, успехов, и до завтра, все счастливо, до завтра.